Ну что, все началось? Он сдавал идет Здравствуйте Тихо, тише чуть-чуть Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня будем разговаривать об играх Коншикова Вот тот в очках человек это Витя Коншиков Витя, поздоровайся Здравствуйте, с кем поздороваюсь? Ну, с кем-нибудь, неважно Кто-нибудь, привет Это его жена Александра Коншикова Она тоже поэт и она тоже шеф Наверное, неизвестно, кто из вас больше шеф Но мы это выясним А это вот самый главный человек Его зовут Влад Леонтьев На самом деле все придумал он Ну, имеется в виду в своих снах А вот остальное мы сейчас попытаемся выяснить И, собственно, Витя Значит, начнем с игр Игр Коншикова А потом союз Ильи Это поэтический союз и все остальное Значит, игры Коншикова Поскольку ты Виктор Коншиков То, соответственно Ну, это естественно У всех, что ты просто Ну, такой самовлюбленный маньяк Который назвал своим именем что-то Так? Ну, в общем, да Так и есть Я самовлюбленный Ну, не маньяк Но самовлюбленный человек Который придумал и назвал своим именем Это я только что сказал Это я повторил Спасибо тебе А ты можешь сказать что-то свое? Как это возникло в твоей маньячной голове? Ну, это возникло где-то года три назад почти Было достаточно мне очень скучно Смотреть на то, что происходит в мире поэтическом Была куча мероприятий На которых поэты непонятно что делали Максимум, что они могли делать Это падать, например, как Влад Или бегать голым по сцене Как Владимир Антипенко А с точки зрения творчества На сцене ничего не происходило И посещать все это было очень скучно Я захотел сделать что-то интересное Чтобы все полыхало Все кипело Все бурлило Вот возникли То есть, чтобы стихи Преподносились как некий цирк В том числе, да Цирк же это тоже здорово Это очень сложный вид искусства Я, конечно, был бы рад быть каким-то гимнастом Да, я не знаю, что-нибудь там делать Но я не умею Я могу только тоже бегать по сцене Но сейчас в играх участвует много людей Которые могут делать еще что-то Это не обязательно У вас написано заявление, что вы обыгрываете слова, правильно? Мы, скажем, мер стихотворение Я помню Чудное Я попаду в игры кончика Зависит в первую очередь от качества Я сейчас специально Господа, я немножко так нагнетаю, ерничаю А все произойдет чуть позже И вы поймете, почему я так себя веду Зависит от твоих стихов То есть, Пушкина могу взять А, понял Но при этом мы бы поставили его в такие условия Где он должен был немножко выйти за рамки комфорта Которым он привык, да, читать там На балу, например, да А тут раз он должен выйти и с Венедиктовым прочитать вместе, допустим, да А это сложно прочитать У вас же еще идет как жанр театра поэтов Не обязательно Не обязательно это театр Ну, импотаж, перформанс Да, это может быть совершенно в разных видах Самое главное, что поэты объединяют два своих поэтических мира в один Ну, или три, да Как они захотят Если они придумают что-то, да Они могут действительно цирк, театр, гимнастика Они могут там зоопарк устроить А отбираешь, кто может попасть в ты, так? Да, я То есть надо понравиться тебе Ну, конечно Вот тебе, Саша, понравилось? Ты ее даже в жону взял Ну, да, пришлось Саша, скажите пару слов Ваши впечатления от Игоря Курчукова Ну, я просто стояла, что называется, тоже у истоков этого действа И смотрела, как оно все развивалось Действительно, из такого хаотического чего-то там Когда Витя вытаскивал на сцену нескольких поэтов Которые не подозревали о том, что им придется читать Да, и начинали читать друг другу И, наконец-то, слышать хотя бы стихи друг друга Это все превратилось в очень гармоничное действо Когда поэты объединяются по два-три человека Делают маленькое свое художественное высказывание То есть они могут использовать декламацию А могут пантомиму Вот Влад у нас гений пантомимы Он гений пантомимы Да Подождите, пантомимы это же бессловесное что-то Вова, мы тут в кадре шевелимся А вы не снимаете нас А кто-то другой, допустим, да, из команды Кто-то один к пантомиму ударился Кто-то другой вот рассказывает словами И так или иначе они подбирают свою подачу Так, чтобы лучше рассказать зрителю о том Что же все-таки у них в стихах творится Минут по пять-десять, да, у вас? Восемь-десять А судьи кто? У вас же еще конкурс, судят там Да, судят обычные люди, которые не связаны никак с поэзией Слушай, Витя, судят твои друзья Давай правду говорим И мои тоже Ну вот, и что? Так у тебя же друзья-то замечательные Может, я когда-нибудь послуждаю твой друг? Нет, ты же стихи писал А, нет уже Хорошо, Влад А вы как-что скажете про Игорь Коншикова? Меня Витя притащил Но прошлые игры были гениальны Там каждый номер меня впечатлил И еще, да, я был тоже у Истоков Витя постоянно звонил Мне скучно, Влад Мне скучно, Влад Я не понял, оказалось, что... Ну хотите, я вам расскажу тайну? На самом деле, мне скучно, Влад звонил Витя мне Мне И Игорь Коншикова, это имеет название Коншикова Это я ему предложил Если ты помнишь Вот игры, ты хотел игры А я вам говорю, Игорь Коншикова Назовись своим именем Я хотел Игорь Да, а он и стеснялся Проходите, пожалуйста Витя стеснялся Я говорю, Игорь Коншикова Замечательное, классное название Коншикова Видишь, сработало То есть все равно Антиппинга Правда? Нет, это вообще Вклад Антиппинга Да, извините, я перебил А вот подошел к нам Замечательный Привет Игорь, ура Игорь Кабанов Ребята, вы его услышите И поймете, что на свете Жить очень красиво и замечательно Такие у Игоря стихи Прекрасные, добрые, лирические Есть иронические Но мы сейчас беседуем пока с Владом Влад, что еще ты хочешь сказать Об играх Коншикова? Ничего Поэтому говори стихами Не говори Саша Об играх или стихами? Что хочешь? Ну, если об играх То жюри Жюри должно быть Непрофессиональными литераторами То есть Просто люди должны Просто люди И поэты должны вообще видеть Что они людям несут Да, и как это в людях отражается Поэтому жюри именно такое Вот, мне кажется Это очень смело В Питере, по-моему, такого нет Нигде Я обожаю Игорь Коншикова Я наблюдаю за ними Я смотрю Мне, допустим, не все нравится Иметь в виду Иногда поэт не нравится Иногда Скучно, когда делают Бывает Ну, на видео Я то, что вижу То есть Ну, бывает так Что я просто поражаюсь Удивляюсь И падаю просто под стол Вообще Вот Это нормально Вот Хорошо Я падаю на сцене Давай, прочитай что-нибудь Подожди Ну, подожди А, Игорь А ты как считаешь Игорь Коншикова Нужной стране? Да, конечно А зачем? Ну, это интересно И там хороший уровень поэзии И плюс Вкрапление драматических моментов Тоже Спасибо Спасибо Слушайте, ну, наверное, может Давайте озвучим Господа, сюда пришли поэты Вот эта кухня Поэтическая кухня Нас снимает Володя Тихомиров Собственно говоря На самом деле Это он все придумал Еще когда был В детский сад ходил Он еще Он мне рассказывал Он сказал Что я буду снимать поэтов Правда, Вов? Так было ведь? Ну, почти Да, да Вот И твоя мечта сбылась И я предлагаю Вот Давайте Сделаем маленький такой У вас же У нас еще сказано Что команда Короля Короля Кабанов Романова Леонтьев Да Вот Но этот шеф у нас Витя Коншиков И еще император поэзии Владимир Антивин Реально, помнишь Меня назначили император Я бы Все Мы это выбирали на спичках Мне досталось короткое Я не виноват Правда, Саша? Был Это факт Есть видеодоказательства Давайте немножко поэзию Внесем Кто первый? Выйду я, прогуляюсь Мимо своих стихов Сладких Совсем на малость Тем, что сейчас Легко Мимо ошибок Стойких Как на холсте гуаш Мимо ненавостройки Парков я верный страж Мимо дохода Жажды Справа вписать Нули Выйду гулять Однажды Мимо моей земли Мимо страданий мира Мимо морских боев Или войны Что мимо Гладких По сердцу слов Встречу В дороге Мимо Он промолчит Разбудит очередь В глазах Много континента Не потянет Не потянет его путь И не чаян В француз Пару духов Пару духов Пару духов Пару духов И не отдаст Странная шляпа Мимо морских духов Со сцены не гонят Мимо морских И не декламирует Вполне себе Он танцевал танец В форуме неферы А есть что-нибудь Вот смотри Саш Вот что-нибудь Из фирменной От короля Только не длинная Для Игоря Кабанова Игорь Вспомните Игорь оттуда И прочитал сейчас Это очень длинно А можно что-то такое Актерское Про Буратино Там еще есть Но ему нужна Табуретка Это долго Про Буратино Я знаю Хорошо Давайте тогда Разговаривать дальше Влад Леонтьев Александр Коншуков Виктор Коншуков Игорь Кабанов И собственно Поэтический союз Или Вы все Так Или нет Ну да Но Или Поэтический союз Или возник позже Чем Игорь Коншуков Так Он возник где-то Наверное В феврале В марте Прошлого года Собственно Мы все сели И мы начали думать Что же мы такое И если мы все Собрались вместе То что мы Хотим донести До зрителя А вы в курсе Что есть музыкальная группа Еще Или Есть еще Универсмак Или И кафе Или есть На Украине У вас поэтический союз У нас поэтический союз В общем Мы долго-долго думали Какое же название Нам выбрать И В конце концов Мы решили Что Раз он поэтический союз Союзов у нас не так много В русском языке Вот Или Из них Самый интересный Потому что он дает Сразу возможность выбора То есть Мы можем Опять же Как на играх Коншакова Декламировать Или Делать пантомину Мы можем Там не знаю Идти Рассказывать стихи На улице Или Идти Замкнуться В комнате И ничего не рассказывать Мне кажется Я догадываюсь Даже кто Это название Придумал А ты придумала Ни один человек на свете Так вдохновенно Не будет рассказывать Про Чужое Или Витя Да Оно прекрасно пишется В конце концов Или есть У множества поэтов Начиная с Быть или не быть Там Что еще Это уже я начал говорить Это уже он начал говорить Оправдание находить А ты тоже был На этой сборище Был Или не был Или не на всех В общем В союз Или как можно попасть Вы думаете Над вариантами Развития вашей жизни И вы уже в союзе Или Собственно Вы можете в нем Быть и быть поэтом Или не быть поэтом Зрителем Быть зрителем Вы в союзе Или Есть у вас Пабли вконтакте Есть Но чисто потенциально Все жители земного шара Это участники союза Или Потому что Всегда Каждый делает выбор Или то Или другое Наш выбор Меняет реальность Ну и Мы Несем В реальность Выбор Так сказать Созидательный Так все таки Живые или мертвые В союзе Или Шекспирт в союзе Слушайте Ну пока Я наблюдаю Поэтический союз Или Это какая-то секта Вот честно Я смотрю Одни Ну нет Замечательный автор У вас Мне нравится Это одни и те же люди Которые уже год Ну как бы У вас как бы Все таки получается В каком-то смысле Именно поэтический союз Конкретных людей Ну секта Это я пошутил Но не совсем Разумеется Это конкретные люди Потому что Люди объединяются Все равно Плюс-минус По интересам И от этого Никуда не идти Саша же озвучиваешь Кто хочешь Приходи В общем да В этом как раз Его особенность Да Просто Большинство Предпочитают Не приходить Но это не значит Что они не являются Там Участниками союза То есть Они хотят Будут Здесь важно Не то что Ты выбор Делаешь А На самом деле Есть определенное Общее Среди тех людей Которые Союз Или Организует Да То есть Это есть Некая Смелость Сделать Что-то Да То есть Или это не просто В принципе Выбор А или Это выбор Чего-то Другого Чего-то Отличающегося От обычного Да Ты не просто Читаешь Стихи по бумажке Ты читаешь Стихи на голове Допустим Да Для этого Нужно сделать Шаг Смелость Некую Иметь Чтобы Прочитать Стихи на голове Поэтому Или Это Для смелых Людей Которые Готовы Сделать Вот такой Шаг Быть Ответственными За то Что они Сделали Вот И Еще Что Может быть Такое Отличительное Да Это Определенная Созидательность Поэзии То есть Не Какая-то Допустим Чернуха Или Селенское Страдание Или Еще что-то Вот такое Просто Разрушительное Для Человеческой Психики Необязательно Позитивное Именно Созидательное То есть В жизни Это тебе В принципе Может Сделать Твою жизнь Лучше Можно грустить Хорошо Красиво Можно Прыгать С небоскреба Можно Красиво Можно В принципе Делать Это не Ваше Слим В принципе Можно Почему Нет Главное Чтобы Ты Своим Творчеством Своими Действиями В принципе Не Создавал Что-то Разрушительное Вокруг То есть В принципе Если к вам Кто-то Придет Вы будете Только Рады А если Он будет Писать Плохие Стихи Ну Ты скажу Ему Что у него Плохие Стихи Но А ты Будешь его Снимать На Видео В зависимости От Мероприятия То есть Серьезно Нет На Играх Я Отношусь К этому Болезненно То есть Я Хочу Чтобы Там Выступали Люди Хорошего Качества Стихи Заранее Отбираешь А в союз Силе Может Любой Прийти Или Он В этом Его Особенность Прийти Может А вот Выступает Вы ему Не дадите Он Может Петь Он Может Рисовать Или Танцевать И постепенно Общаясь С нами Корректировать Своим Поэзией Поэтический Тогда Союз А какой Нибудь Не знаю Вселенский Союз В принципе Да Но Смотри Если Поэтический Понимаешь Да Несоответственно Вселенная Во Вселенной Поэзии Вы 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 Точно Уверены Что Вы Хотите Это Общественное Общественное Движение В каком Смысле Если Это То Что Ты Озучил Либо Если Это Поэтический Союз У вас Автоматом Должен Отбор Поэтов По Мировосприятию И То Что Вам Нравились Его Стихи И так Далее Нет Ну С одной Стороны Это Всегда Хочется Так Сделать Всегда Хочется Отбирать Всегда Хочется Но На самом Деле Именно Философия Заключается В том Что Не обязательно На игры Коншикова Или Когда Ты Сам Сможешь Сделать Этот Смелый Шаг Хочешь Выступать Сделай Своё Мероприятие Иди Ты можешь Быть Союз Тогда Можете Вкратце Сказать Что Вы Сделали За Этот Год Как раз Недавно Был Поэтический Трамвай Год Исполнялся А что Это Поэтический Трамвай Это Когда Мы В разные Трамвая Забегаем В реально Живые Трамвай Живые Трамвай Мы Живые Они Живые Пассажиры Били вас Когда Ногами Все Наоборот Не радуются У нас Есть Ну Не Все Но Радуются И Читаем Стихи Поэтический Трамвай Замечательно Еще Что Давайте Рассъемки Видеофильм Сказали Алексей Комаревцев Открыл Себе Или Не Открыл Себе Уже Проявил Себе Режиссера Там Стихи В каком То Обыгрывается Как Килы Ключи Потому Что Поэтический Союз Может Быть Как Поэтическим Так И Непоэтическим Потому Что Он Поэтический Но Не Только Поэтический Отвечая На Твой Вопрос Хорошо А есть Что Что Еще Сделано За год Ну В принципе Вот Сказано Было О том Что У нас Мелькают Одни И Те же Люди На Сам Деле Это Секта Мы Не Секта Просто У Нас Как Все Строится У Нас Нет Одного Главы Союза Который Сем Мозг Промывает И Всем Говорит Так Вот Ты Делаешь Что Ты Делаешь Это Чей перстень Целование У нас Скажем так Сообщество Единомышленников Каждый из которых Может делать Свой проект Допустим Андрей Демьяненко Делает Поэтические Перекрестки У Демьяненко Классные Стихи Он делает Поэтические Перекрестки И поэтический Алфавит Перекрестки Это что Такое Это когда Допустим Художники Приходят Приносят Свои Картины И в течение часа Поэты на них Пишут Экспромты Пока Поэты Пишут Художники Их рисуют Это проводится С регулярностью Раз в месяц С регулярностью Раз в месяц Опять же Его проект Поэтический Алфавит Это все Союз Иль Это Подавили Союз Иль Да То есть Это один из Проектов Союза Иль Супер Потом Лекции Допустим По истории Искусства С участием Поэтических Каких-то Союз Иль Он как бы Является Главной Шапкой Да Шапка Мозгом Его придумала Ты Жена Игорь Кунышко Нет Ну все Хорошо Может я тоже Когда-нибудь Ступлю Кладь Чуть попозже Я пока Я пока Это самое Извиня Я тебя перейду Ну Ну собственно Вот Каждый из нас Может придумать Опять же Свой проект Как придумал Тот же Леша Комаревцев Да Он снимает Фильм В нем В качестве Актеров Или Со сценаристов И так далее Снимаемся Мы Действуем И приходящие Какие-то ребята Из других Тусовок Актерских Или Других Поэтических Вот Поэтический Трамвай Владик уже Назвал Это проект Оли Василевской То есть В принципе У нас У каждого Есть вот такие Вот свои Сферы интересов Которые Мы все Объединяем Как бы Под эгидой Поэзии Как такого Общего направления Восприятия Реальности Короче У нас Куча граней И мы Додекаэдр Или Экосайдр Вообще Вселенная Это вложенный Додекаэдр В Экосайдр В пропорции Золотого сечения Вы знаете У нас Сейчас Один зритель Есть точно Это моя будущая Жена Катерина Она там сидит Смотрит нас Катя Вот тебе Понятно О чем Что такое Союз Иль Да А Игорь Коршуков Есть какие-то вопросы Вопросов Нет Хорошо Тогда У меня Не вопрос А Точно нет Вопросов Нет А ко мне Есть вопросы Потом Скорее всего Так вот Смотрите Вот Насколько Это Процентное Соотношение Захватывает Вашу жизнь Вот Вот Эту Всю Эту Деятельность С поэзией Я знаю Что вы все Работаете Где-то Там Что-то Да Вот Мне всегда Интересно Мне Почему Потому что Я бездельник Тунеядец И занимаюсь Если я поэзией Театром То только И занимаюсь У меня еще Есть интернет Проекты Это все Замосвязано А Как У вас Это проросло И Как Реально Насколько Это Занимает Вашему Мозгу Сколько Процентов Вот Это По времени Игорь Сколько Нет То что Игорь Тебе Поэзия Занимает 99% Я не сомневаюсь Кстати Генетик Работает В лаборатории Мучает Клетки И потом Ищет Средства От рака Да Игорь Нашли Нет Не Нашли Генетика Пока А вы Там Заменяете Что-то Нет Мы Воздействуем Химическими Реагентами На клетки Смотрим Что у них С генами Становится А зачем Ну Ну Так сказать Не может Или это какая-то Тайна Которую Нельзя Скрывать Да Можно Просто Скорее Празднов Любопытство Ну Ладно Если Вот Что-то Новое Лекарство То Вот Это Будет Причасти Скорее Всего А какие-то Движения Есть Прогнозы Какие-то Ну Небольшие Движения Есть Но Они Касаются Скорее Частных Вопросов Там Георегуляции Генов Синтеза Ну А что Частные Ну Что Метелирование ДНК Влияет На Экспрессию Мобильных Элементов То есть Произующие Все Все Поняли Ну Ладно Давайте Оставим Это Кстати Поэзия Сейчас Прозвучала Метелирование ДНК А есть Какой-то Все Что ты Сейчас Назвал Простые Слова Ненаучные Да Присоединение К молекуле ДНК Метельных Групп Увеличивает Синтез Белков С этой ДНК А для чего Это И что Это Дает Это То есть Снижает Наоборот А дает Это Способы Воздействия На Эти Подвижные Участки ДНК И Может Быть Каким-то Образом Это С опухолями Связано То есть Потом Там Дальше Что-то Есть Риск Что-то Где-то Мутация Появится Да То есть Раньше Этого Не знали То Что Это Как Открытие Ну Отчасти Господа У нас Сейчас Поэзия Спасибо Игорь Спасибо И еще Вот Видите Конышков Я не буду Вы сами Если захотите Про Игорь Я рассказал Потому что Про него Надо Рассказывать Потому что Вот эти Мутанты Если что Мы знаем Кого Бить Ногами Вы можете Рассказать Про свои Профессии Можете Не рассказывать Как хотите Но Меня все-таки Реально Интересует Насколько Это Вот Влад Как Тебе Поэзия И Жизнь Бытовая Уживается Насколько Ты Тратишь Время На Поэтический Союз Или Игры Конышков Или Может быть Еще В какой-то Тайной Секте Состоишь Я И работаю И Учусь Играть На Фортепиано И Пишу Стихи И Пытаюсь Видеться С моими Поэтическими Друзьями И Иногда С Обычными Друзьями Процент По времени Реального Сколько Работы Поэзии 50 на 50 60 на 40 70 на 30 И Быстро Можешь Сориентироваться Я имею Иду По времени Не по значимости Наверное 30 процентов 30 процентов Поэзии 70 Работа 50 процентов Работа 30 процентов Поэзии 20 процентов Остальное Личную Жизнь У вас Ну Примерно Так же Процентов 30 Занимает Поэтическое По времени Учитывая Интернет Процент 30 процентов Они могут быть Самыми Главными То, что В голове Ты все время Держишь Сейчас Имеется Ввиду Временные Затраты Хорошо У меня Наверное Побольше Все-таки Пола Пола Ну Да Ну Ты успеваешь Зарабатывать Деньги Если Хочется А что У тебя Худой Так Есть Хочется Он Здоровый Образ Жизни Ведет Понимаете Макарошки Это нехорошо Надо Чтобы Брокколи Вареная Была Что-то Совсем Похудел Реально Ну Понятно Что По мне Это Ну Ясно А мне Больше Больше Нравится Замечательно Давайте Еще Чуть Чуть Поэзии Только Ребята Пожалуйста Не надо Длинных Господа Сегодня В гостях У Антипинга Поэтические Игры Коншиков Антипинга Это я Если кто Не знает Игры Коншиков В гостях Вот Шеф В очках Это Шеф Витя Коншиков Он Их Придумал Реализовывал Три года Три года Да Почти Да Вот И Его Великолепная Супруга Замечательная Саша Коншикова Которая Придумала Чуть Год назад Союз Или Чтобы Руководить Коншиков Который Придумал Игры Коншикова Вот Влад Леонтьев Это Вообще Просто Человек Который Управляет Вселенной Если Чтобы Вы Знали Потому Я это знаю Это точно Но я не привлекаю Внимание Санитаров Без тебя Даже Метеорит Не упадет На землю А Игорь Кабанов Человек Ну Это просто Тот самый Доктор Зло Который Делает Мутантов И в будущем Человечество Благодаря Игорю Станет Либо Ужасным Либо Прекрасным Я Сейчас Про Игоря Пошутил Игорь Конечно Это не Доктор Зло Доктор Добро Да Но Это Он же 50 на 50 Ты понимаешь Профессия Поэзия Поэзия Он добрый А там Он мучает Химикаты А тебе не жалко Этих клеток Ну Это же Не животные Как это Они же живые Ну да Но я с животными Не стал бы работать То есть Вот именно Возможно Поэтому я работаю С клетками А не с живыми Ну Не с животными То есть Березку Рубить тебе жалко Ну да Я бы не стал Тогда считай стихотворение Доброе Есть доброе Да Ты будешь искать Да пока Нет Я Давай Читай Называется Дети звезд Мне б по звездам О любимой О друге Погадать Но веет Мглой Вечер инок Звезд не видно Лишь костер Белый в юге Сеет розовые искры Снежинок И никто теперь Ответить не в силе Где нас правда Будет ждать Где раздоры И зачем Как серафимы Спустились С неба светлые Живые узоры Только месяц Так загадочно светит Пишет луч Волшебных слов Бисер тонкий Что снежинки Это звездные дети Шестикрылые Сыны и девчонки Облетают Светло-синей дали И сверкают На равнине Заречной Небеса Не из воды Их соткали А из света И любви Бесконечной Нелегко Далось им Перемещение Но мудры Они волшбой Глубокой У снежинок Попросить бы Прощения Как просил Я у звезды Я с наукой У детей небесных Правде Учистой И узнай На свете Прав тот Летали Погадать бы По крылам Их лучистым Как по огненным Созвездиям Гадали Разговаривая С вечной Тайной Я прощения Прошну С снам И строкам Из-за тех Кого забыл я Случайно Из-за тех Кем сам Забыт Ненароком Обновленный Я гляжу На поляну Извинения Долетят Богу в уши Лишь гадать И вопрошать Я не стану Не хочу Тревожить Детские души Ведь до неба Бренных тел Не докинешь Снежинки Это звезды Такие же Только маленькие Им подрасти бы Спасибо Игорь Кабанов Спасибо Какие тут У тебя были Раньше Про березки Стихи До Таких Сейчас Какие тут У тебя Более Космические Какие-то Странные Стали Ты каждый день Пишешь Ну Когда есть Возможность У тебя Значит Получается В год 365 стихов Нет Меньше Конечно У 200 Да Ну А за 10 лет Это Получается 22 тысячи Да Ну Ну Если есть Возможность Пишу За 200 За 10 лет Да 2000 Такое Что Если У человека Просто Такое Такое Мышление Да Он Выплескивает Это В стихах Некоторые Из них У Игоря Получается Очень Классными Да Вот Как Например Предыдущая Которые Он читал Некоторые Получаются Менее Удачные Некоторые Вообще Фуфло Извини Игорь Ну Чем Вот Это Фуфло Каждый Своё Считает Одно Считает Фуфло Моя Другое Ну Нормально А на самом деле Извини Да Ну Просто Действительно Человек Думая Стихами И Это Очень Редко Даже Среди Поэтов Я читал Игоря Буквально Месяц назад Меньше Даже Твои Стихи Смотрел И Все Вот У тебя Класс Такие Удивительные Тексты Блин Поэт Ты Сидишь Тебя Никто Не знает Вы Все Такие Сумасшедшие Вас Должны Почему Вот Прочитай Три Стихотворя Видите Корчечку Давай Гений Ну Давай Гену Точно Первая Строка Стихотворения Смысла Не добавила Ему Что Дает Мне Повод Начинать Поиск Смысла С пятой Строчки Смысл Есть Пока Его Мы Ищем Хорошо На самом деле У нас тут есть С Анастасией Маликовой Она поет Оперные Всякие арии У нас с ней Есть номер Такой крутой Когда она поет Арию Прощание Дидоны Ну вот Просто представьте Что она сейчас Поет Прощание Дидоны Нет Не уходи Прощай 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 А времени Не поминают Всуя Пока Гальбейн В податливой Лазуре Карандашом Серебряным Рисует Придать Пытаясь Прочности Вещам Он Обречен Невольно Превращать Лицо В черты Лица Глаза В слезу Их На белой Ладони Полотна В глубокие Объятия Плащаницы Реальность Покоренная Ложится Наверное Впервые Осознав Что принятая Форма И границы Константная Величина В которой Как велит Закон Транскрипции Слова Не повторяются До дна Жизнь Оттого Прекрасна Что Она Никем И никогда Не повторится Все Спасибо Александра Корсукова Что мне читать? Про звезды читай Про звезды? А я вспомнил Что я хотел почитать Звезды длинные Володя попросил Да Не надо сейчас длинные Потом Так как я правлю миром И так как про звезды Игорь запомнил Ласкает утро Солнечным лучом Восточный фланг Проснувшегося дома Окон Прямоугольник Увлечен Подмигиваясь Солнцу Незнакомки И так случится Снова И опять И дом И солнце Не сдвигаясь С места Вращение земли Пережидать Готовы Ради ласкового Жеста Замечательно Ну вот Стихи вы Почитали Послушали Нет Еще не все Подожди Еще сюда А твое второе Что? Ну я тут здесь Причу Я сейчас про вас же Слушаю Кать Вопрос Ну реально Скажи У тебя есть какие-то Менения Об этом все Все замечательно Ну ладно Видите Вот Кать Настоящий Поклонник Игора Коншакова Придешь Их смотреть Слушать Когда-нибудь В следующую Суботу Озвучь Озвучь В следующую Суботу Игорь Коншакова Не будет Будет Уникальный В своем Вроде Первый В истории Может быть Последний Игры Коншаковой Да В следующий раз В следующую Суботу В смысле 19.00 18.45 Думская 3 Я там Первый раз Участвую В качестве Участника Игр А Наконец То есть Ты зарегистрировался? Еще нет Вот А она будет Принимать Да Я буду Вести В этот раз А с кем Ты будешь Делать Секрет Да нет Не секрет Это будут Поэты Евгения Удальцова И Анатолий Карпов О Так Это Серьезно Карпов Приедет Уже Так Там Мария Гапова Будет Участвовать Да Отлично Да Так что Писовки Смешиваются Я не помню А я не знаю Вы выбирайте Потом посмотрим Так что 9 марта Ребята Если Вот Еще Игорь Потом Нам стихи Почитаешь Чуть Да Сейчас Просто Ребята Надо Отпустить Будет Вот Если Вы еще Что-то Хотели Сказать Про По поводу Союза Или Игорь Коншукова Да У нас Еще Куча Времени На самом Деле Давайте Рассказывай В общем Можете О себе О своей Нелегкой Доли Растерни Рубашку Например В качестве Еще Одного Проекта Который Мы В прошлом Году Провели В этом Году Не знаю Хотим Повторить В каком То Другом Виде Это День Рождения Николая Гумилева Ну Как Мы Отменьшаем Да Растерни До конца В общем Мы Мы Пошли К зоопарку Ленинградский Зоопарк И В этом Ленинградском Зоопарке Есть Жирафа Жирафа Зовут Соня Молодая Девушка Молодая Жирафиха И Мы Читали Стихи Жираф Да Жирафи Читали Стихи Людям Естественно Потому что Жирафа Соня Это Воплощение Николая Гумилева Николая Степановича Гумилева На земле Она Очень Изысканная Очень С длинными Ресницами Очень красивая Дама На самом деле Рекомендую Ленинградский Зоопарк Приходите Да Почти как У Влада Еще Кстати В качестве Одного Проекта Это Рейтинг Поэтов Это Наверное То что Занимает Самую Большую Часть Моего Времени К сожалению Я бы хотел Как-то Это Поменять Но Проект Очень Интересный Он Такой Научно Познавательный То есть Как люди Оценивают Вообще Это Паблик Вконтакте В котором Публикуешь Ты Посты Где Можно Голосовать За стихи Так Можно Оставить Из Оставляешь Для этого Рейтинг Да Вот И Примерно Появляется Картинка Уже Сейчас Когда По Три Стихотворения Оценено Какой поэт Так Плюс Минус Ценится Читателями Либо Читателями Непрофессиональными Либо Читателями Профессиональными Потому что Голосуют И те И другие Вот Смотрите У меня кольцо Которое Помолвка А мне Хотят Сверху Еще Чтобы Которое Обручальное Это Обязательно А почему У вас Одно А не два Как-то Так-то Хотелось То есть Вы А Но Можно Это Правильно Что Должны Быть Два Кольца Не Обязательно Я Не знаю Какая Разница Это Вообще Это Предрассудки Единственное Что Ты Можешь Это Быть Так Скажем Знак Твой Не Подходит Ну Там Условно Женщине Подходишь Не Подходи Женщине Подходишь И Не Подходи Ничего Так Ну Короче Я Боря Ладно Извини Давай Рейтинг Вот Что Еще Куча Других Проектов Которые Те Кто До сих Пор Еще В союзе Или Не вступили Могли Быть Делать Очень Много Приходить И Делать Рейтинги Что Что Нет Вообще Я Имею Ввиду Что Призываю Так Скажем Людей Творить Вот Действительно Придумывать Какие-то Новые Пути Взаимодействия Потому Что Поэзия Это Не Просто Слова Сложенные Это Некий Способ Взаимодействия С Миром И Я Предлагаю Искать Новые Формы Всем Придумывать А то Я Немножко Устал Хочу Чтобы Другие Тоже Подключались Вот Ты Например Ничего Не Делаешь Сейчас Делаю Ты Уже Сколько 15 лет Сидишь За Компьютером Фигачишь Какие-то Орехи Растолстел Как На Этих Орехах И Все Твой Театр Поэтов Я Там Участвовал Театре Поэтов С Тех Пор Ничего Не Происходит Год Прошел Год Прошел А ты Давно Смотрел Стену Театра Поэтов Ну Я Видел Там Конечно И Ничего Не Происходит Ну Вор Вы Оживаетесь Имеешь Ввиду Реальность Живых Акций Не Происходит Кроме Реальных Живых Акций Которые Может Зритель Посмотреть Живьем Посмотреть Снято Много Эфиров Проведено Несколько Программ И Радиоэфиров Ну Не Только Радиоэфиров Ну Это Скучно Этого Добра В Интернете Добра Больше Нигде На Земле Поверь Ты Просто Ты Значит Не Смотрел Это Добро Я Вот Видел Глад Появляется Хоть бы Кому Ного Позвал Зачем Ты Меня Позвал И Горел Про Эти Клетки Ты Смотрел Стену Театр Ты Че Сейчас И Так Это Вы Пытается Критиковать Меня Видите Тру Значит Ты Просто Не В Театре Должен Быть Конфликт Поэтому Мы Делаем Конфликт Да Для Привлечения Книгу Есть Еще Семь Фамилии Которые Висят На Стене Имеется Ввиду С ними Интервью И На Радио И Не Только Вот Вас Я Хочу Позвать И Так Далее Просто Может Ты Не Считаешь Что Это Фигня Зачем Тогда Ты Пришел Сюда Он Просто Тебя Развел На Разговор Всегда Круто Когда Какие Эмоции Начинают Полыхать Тут Все Начинает Гореть Кто Того На Пики Насаживает На деле Я Не Хотел Тему Заводить Вы Сами Сейчас Мы Придем День Театр Поец Нет 15 Сделай Что Нибудь Действительно Живем Потому Что Театр Он Он Все Равно Плюс Минус Театр Это Комплекс Разных Акций И всего Всего Сейчас Идет Стезя Когда Снимаются Эфиры Которые Даже Сейчас Сейчас На Радио Петербург И Я Делаю Программу И Каждый Эфир Сейчас Это Не Того Как Раньше Мы Делали Приходили Пашисты Сейчас Те Эфиры Которые Делаю Я Остаются В Вечности Устраивает Тебя Это Тебе Это Не Кажется Это Твоя Проблема Я Хочу Чтобы Ты Делал Что То В Мире Для Людей Для Жил Не Спросил Еще По Поводу Моего Здоровья Немножко Ну Это Твое Здоровье Оно Как И Мое Здоровье В Принципе Никого Не Интересует Ты Ошибаешься Ну Условно Миру Да Вот Подожди Я Те Могу Хорошо Стоп Если Такой Спор Тогда Я Заявляю Вот Что Три Месяца Я Был В Лесу Да Три Месяца Мы Потом Я Пришел В Сентябре И Сентября И Вот По Сегодняшний День Я Считаю Что Я Сделал Больше Чем Все Ваши Игры Коршикова И Советический Союз Я Оставил Больше Следов В Истории Петербурга Потому Что Вы Сделали Вы Себя Удовлетворили Своё Самолюбие Попрыгали Там И Всё А У меня Остается Памятник Культуры И Он Там Хорошо В Качестве Это Будут Потом Люди Смотреть Хочешь Такой Поворот Я Был Но Просто Не Будут Смотреть Скорее Почему Ну Мне Просто А Я Считаю Иначе Например Когда Я С Володей Не Был Знаком И Не Называл Володей Я Думал Ух ты Владимир Антипенко Мне Попалось Я Смотрел С Радостью А Потом Такой Прихожая Ты Меня С Ним Знаком Думал Блин Круто Я С Владимиром Антипенко Познакомиться Здорово Можно Вова Просто Я Просто К чему Ребята Что Вы Оставляйте Это Хорошо Когда Живая Акция Жираф Это Замечательно Оставляйте После себя Следы Только Следы Не С рук Снятые Вот Так Камеры Болтаются Оставляйте Следы Которые Потом Могут Смогли Люди Как Кушать Плоды Я Тебе Витя Очень Советую Послушать Эти Радиоэфиры Которые Ты Не Слушал Которые Я Сейчас Делал Они Совершенно Другие Я Потому Что Хотел Вас На Них Позвать И Когда Ты Послушаешь Ты Поймешь Что Там Идет Ракурс Именно Человека Его Жизнь Судьба И Те Трансляции Которые Происходили До Берется Человек Вытаскивается Наизнанку Его С ним Беседа И так Далее Даже Сейчас С вами С Игорем Коншаков И С Союзом И В каком-то Смысле Немножко Наизнанку Получилось Если Ты Хотел Меня В чем-то Уголоть Что Я Мало Что-то Сделал То Ты Ошибаешься Я Сделал Больше Чем Мог А Делать Что-то Для Того Чтобы Понравилось Вите Коншаков Я Не для Этого Живу Понимаешь На Свете Я Живу Для Чтобы Делать То Что Я Считаю Нужно Понимаешь Еще Раз Повторюсь Специально Повторюсь Что Я Считаю Что Я Сделал Больше За Это Время С 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 Прекрасно Ты Может Быть Сделал Больше Но Ты Не Сделал То Что Нравится Мне Вот В Этом Проблема Мягкий Человек Хорошо Ты Сам Я Не Просил Не Будем Развивать Тему Пятнадцатилетия Театра Причем Здесь Пятнадцатилетия Театра Все Ты Сделал Больше Возьми Конфетку Игорь Читай Стихотворение Как тогда Мы такие Сидим С Владиком И пожалуйста Что Нибудь Кстати Нет Мы Следы Оставляем Вот Тот же Володя Тихомиров Снимает На камеру Да То есть Ты сейчас Как бы Критиковал Я смотрел Эти Следы Ты помнишь Да Они Не все Важны Скажем Так Ну Так или иначе У нас разговор Идет Какие способы Взаимодействия Со зрителем Да Со зрителем Настоящим Или со зрителем Будущего Мы В принципе Вот Практикуем И несем У меня задача Другая Вы молодцы Вы на самом деле Делаете Классное дело Я специально так сказал Я беру свои слова Обратно Ты можешь не брать Мне пофигу Что ты думаешь Вот Вы замечательные Иначе бы я вас Не позвал Дело в том Что Вот то что Я сейчас делаю Я зову Я не позову Человека Которого бы Я не считал Личностью Которое Ну Пустое Что-то И не имеет значения Так сказать Ну Я в этом смысле Такой пафосный товарищ Вот Сюда приходит Только тот Кто Что-то сделал В этой жизни Вот Поэтому вы молодцы Видите Жму твою руку Вот Потом по башке Дам Позже Поленом Причем Во сне Когда спать будешь Читай стихи Без всякой рифмы На листе Обыгрывая В прятке Солнце Вдыхаешь Целый мир По нитке И белыми И иностранными Ночами Ты Впитавши А Глотаешь Б Не сидя А играя На трубе И вся планета В музыку Влюбляясь Зовет тебя К себе К любому Из своих углов И даже зеркало В котором Солнце Молодец К самкам идут Саамы Приносят с собой Так же можно делать Приносят с собой Семя Сны Не остаются С нами И с нами Не остаются Сны Это надежда Проснуться Исполненная Не всеми Сны Это Конец Весны И начало Лета Когда ты не знаешь Кто ты Отчаяние Гаметы Нашедший себя Зиготой Игорь поймет Святой Заповедный Грех Бросается Волхов Идол В себе Разуверился Ибо Давай же Закончим Иго Стоянием На угре А конец Стихотворения В другой раз Спасибо большое Ты кто? Виктор Коншков Спасибо Пошел пироги есть Сейчас я его Я бегом А давайте Прочитаем Мухой Стрелка А Игорь Игорь у нас На слад На десерт Отложи Свой рюкзак Может Ну в смысле Ищи пока Я что-нибудь Прочитаю Прикольно Возле Матмеха Бродят Козлы И козы Наука И жизнь А ты кто? Я-то помню Кто я Я тот Кто я есть Я Влад Феникс Леонтьев И я полетел Спасибо Влад Леонтьев Правда Я не До сих пор Не понимаю Это стихотворение Последнее Господа Игорь Присаживайтесь Сюда И вы знаете Ребят Мы решили Совместить Разговоры О Игоре Коншакова И Поэтическом Союзе Иве Есть человек Его зовут Игорь Кабанов Удивительный Поэт Игорь А ты мог бы Немножко Вот смотри Я сейчас Отойду А ты Начни Как бы Сам Представь Что ты ведешь Трансляцию Один Сейчас Очень качественный Микрофон Почитай людям Стихи Расскажи Что-то о себе Можешь Попробуй А мы тебя послушаем Вот встреча Такая С тобой Здравствуйте Уважаемые Интернетозрители Если говорить О том Что мне Нравится В стихах То это Образность Лиризм Звукопись И сюжетность Это пожалуй Основные Моменты Которые Меня Привлекают В стихах Давайте Прочту Такое Стихотворение Называется Дельфины Во взгляде Пусть любил я тебя Безответно И втайне Но однажды Открылся Некстати И настеж А в глазах У тебя Словно В море Бескрайнем Проплывали Дельфины Желаний И страсти А потом Я замолк Словно Чем-то Напуган И не смог Объяснить Для свидания Причины Ведь заслушался Я тем Чудным Ультразвуком Что во взгляде Твоем Испускали Дельфины Говорили они Что напрасно И тщетно Я люблю Что с другим Скоро встретимся Лбами И решил я Ответить И пискнул Зачем-то Не добравшись До сверхзвуковых Колебаний Ты понять не могла Что пешой Некстати Поглядев Сквозь меня На туман Серо-синий И лишь понял Во взгляде Дельфин Предсказатель Тот оракул Дельфийский А может Дельфиней Оказалось Он прав И нашла ты Другого И как будто Сошлись Судьба И дорога И тебе Хорошо В жизни Светлой И новой Только смотришь Теперь ты иначе Немного Друганова Ты И люби И не слушай Не забудь О свободе В любовном угаре Не дает он Желанием В воле минувшей Всех дельфинов Твоих Он загнал В дельфинарии Нет Я выпущу их Пусть плывут На просторе То слышь Мой призыв Непонятный И странный Ведь в глазах У меня тоже Гулкое море Что сольется С твоим В океан Первозданный Мне бы видеть Тебя Друг мой Ласковый Где ж ты Пусть желания Вплывают в душевные порты Ведь во взгляде Моем Много рыбы Надежды Что накормит Дельфинов Свободных И гордых Спасибо Господа Игорь Кабанов И мы завершаем Меня зовут Володя Антипенко И мы завершаем Эту трансляцию Твоим Замечательным Стихотворением Или ты еще Хочешь прочитать Да В общем-то Хочешь Прочитай еще Если хочешь Да Хочешь Да Ну было что-то Что-то Какое-то Внутри Желание Исполнить Что-то Ну можно В принципе Не Можно В принципе Не надо Ребята Читайте Игоря Кабанова В интернете Найдите его По поиску Игоря Кабанов Поэтические союзы Или где-то Там тебя можно найти Да Конечно Всем пока До свидания До свидания